В лес выехал, сажая кедр. Оказывается, кедровые орехи можно не только щелкать, но и сажать. Лишний повод выйти в лес. Ходишь, сажаешь тебя, а вдруг вырастут, там будет кедровый лес, тут только пожары были, видимо, вся кора вгорела. Вот так вот, если ногти грязные, не обращайте внимания, как раз место для кедрового леса немножко такое подзабитый лесной. Реклама какая-то. Ходишь, сажаешь себе орешки, кого не трогаешь. Меня никто не трогает. У нас тут худшая область, местность, где шли массовые вырубки. Где-то почти 20 лет рубили лес активно. Кедра не осталось. Не то, что его сильно вырубали, просто куча пожаров было. Вот весь кедр изгорел. Грустно. Но почти везде можно купить кедровые орехи и сажать. Садишь, садишь их. Они сами вырастут. Не знаю, если 10% вырастет, уже неплохо. Кедр это, как говорят, сибирская сосна кедровая. Градообразующая, как сказать-то точнее. Очень влияет на экосистему. С ней питаются белочки, кедровки. Отпали, да? Тут только не питаются, все питаются. Если этот кедровый лес вырастет, будет здесь интересно. Классно было бы еще дожить до того времени. Если он вырастет, не сгорит, его не вырубят. Было бы классно. Вот так. Что? Садишь, садишь. Монолог самим собой. Дерево супер. Я там еще на склоне сажал кедровый сплайник. Тоже собрал семян. Эти я купил, кедровые орешки. А вот кедровый сплайник сам ходил в горы, собирал. Такие сосны тут. Но они, ничего, сосен. Орешки маленькие. Семена даже. Тут даже не орешки, а семена. Малюсенькие совсем. Вот бы пожаров не было. Вот тут, видите, пожары были. И он пожаровыносливый. А вот кедрики бедненькие. Не выносливые, а еще сколько здесь полно. Это военный подсумок. Для противогаза. Опа, чуть не упал. Нет, под сосной большой не буду ходить. Вот, открытое место. Даже грустно как-то. Вероятность того, что кедры дадут им вырасти. Вот маленькая сосна. Рядом я буду уже садить. Входишь, садишь. Ну а вдруг вырос? В России наладится все. Другая власть будет. Другие интересы. Не то, что там пойти пожрать. Нажраться в лесу. Только уносить. Грабить. Леса. Охотиться. А за меня ничего. Вот такое чисто потребительское отношение. А кедр такое дерево, то что растет долго. Плодоношение у него происходит через лет 30, если не 50. Пожаров боится. К тому же он сам не может семена раскидывать. Ему нужна именно кедровка. Не знаю, не знаю. Белка, белка. Но самая самая кедровка, конечно, садит кедр. Большая цепочка, короче, событий, чтобы кедр вырос. Ну, бедняки. Очень большая цепочка событий для того, чтобы кедр просто вырос. Ему надо еще вырасти. Дожить. Да. До зрелости, чтобы он мог семена давать. Столько времени, столько опасностей. Человек быстрее вырастает. Сколько лет он может детей там иметь. Может размножаться. Лет с 14-13. Насколько совесть позволит. Даже не совесть, насколько... Как сказать... Право, право позволит. Физиологически-то, возможно, они размножаются. Люди... Рано. По закону. Позже. Ну вот. А кедр вот. Может размножаться только. Семена давать. Когда ему наступит около полвека. Да еще. Посредники. Кедровки нужны. Такой бред не сунуть. О, сколько я семена-то посадил. Не думал, что что-то. Тяжелое там будет. Скоро закат. Скоро закат. Скоро закат. А я так мало семена посадил. А этот день... Один из теплых дней. Дальше уже все холод будет. Еще в летней кроссовках. О, какая стена. Не вырубили. Тут еще были лесовырубки. Видите, лес. Вон свалили, вон свалили. Еще валят некоторые деревья. И потом это... Они забирали даже. Просто так свалили, сурбили. Все. Это дерево. Вон бедняга стоит. В принципе... Вышел, погулял по лесу. Полез, погулял. Семена посадил. Темновато не будет. Так, дерево-то красивое. Дерево очень красивое. Иголки длинные. Пушистые. Блин, тут никого не могу не быть. Чего? Чего? Залез-то. Пушистые. Ой, за холодом становится. Капель. Вот свалили дерево. С ним вообще ничего не делали. Просто спилили. Вот нафига. Свалили дерево и все. Нафига кому не нужно. А то я тут пришел. Посадил педа. Педа. Педа посадил. В орешках много взял. А посадите. Уронил. Теперь он не вырос. Ладно. Иду. Двуху рук садить. О. Ну ладно. Пускай будет много. Все. Опять штуку уронил. Пускай будет много. Пускай будет много. Ладно. Все. Надо уходить. Сейчас я буду выпускаться. И домой. Ладно. Пока.